привет дорогие мои мои дорогие сейчас хочу рассказать про то как как понять врет вам человек или нет вообще очень так легко и просто вот короче когда человек врет или вспоминает у него глаза вот на одну-две секунды вот уходят например если человек вспоминает он отводит глаза вправо или влево вот он так задумывается глаза уходят и он вспоминает если человека врет его глаза уходят в противоположную сторону вот короче у нас с одной стороны правда с другой ложь наш мозг так работает с одной стороны у него будет правда с другой ложь проблема в том надо узнать где у человека хранится правда с какой стороны значит и противоположной будет ложь объясняю как это сделать например сначала узнайте где человек хранить свои воспоминания по какую сторону вот задайте например вопрос ну не знаю вы хотите проверять своего партнера мужа или ребенка хотите контролировать сначала задайте вопрос ну допустим я люблю такой вопрос задавать скажи мне пожалуйста какого цвета был твой первый велосипед и человек знает так раз вспоминает возвращает глаза на место и говорит вот там где он вспоминал в принципе ему же вам нет не зачем брать да это ничего страшного такого цвета велосипеда он вспомнил вот если он например в правую сторону от твоего глаза значит влево слева у него будет броню некоторые там утверждают что там у кого-то там справа живет правда у кого-то слева и броню живет это все может быть по-разному это зависит от того правша вы или левша а от того что вы пропишите например правой рукой это еще не значит что вы правша например я левша а пишу правой рукой потому что меня научили в школе я в советские времена была воспитана нас вы просто заставляли писать право и да никого это не интересовало какой рукой ты пишешь да если вы знаете вот эти тесты до складываете ручки вот так вот и смотрите какой палец у вас сверху если у вас сверху левый палец левые руки палец большой вот лежит в замке значит вы левша вот у меня так левый палец и так левая рука у меня выглядывает если вы делаете тесты у вас два раза делаю левая рука сверху значит вы левша а пишу я правой да что у меня непонятно где у меня живет правда где ложь мне надо делать тест вот я когда вспоминаю вот я когда вспоминаю смотрю в эту сторону когда вру и придумываю вранье смотрю сюда когда вы знаете где что расположено вы уже можете понять в какой стороне человек вам придумывает сказку значит если здесь была правда здесь он будет придумывать ложь еще может быть такая ситуация человек приготовил вам вранье например ваш любимый приходит где-то там лазил лазил до утром пришел и и вы не знаете было там у женщины какой или он был у друзей и спрашиваете а он-то уже ушел он уже что приготовил вранье то свое приготовил и вы начинаете спрашивать где ты был он там ну у кольки вот когда он будет вспоминать эту историю он будет глазами в ту сторону где у него правда потому что он-то ее придумал и мы ее надо вспоминать а вы завалить можете человека на то что вы будете задавать какие-то дополнительные вопросы которым он не был приготовлен например он говорит что он был кольки вспомнил свое придумаем придуманная вранью с правой стороны а вы ему вопрос а чё колька как там в той же самой футболке был что как всегда например вопрос да ему придется влево посмотреть чтобы придумать был колька в этой своей любимой футболке или не был и вот говорят что у вруну в глаза мечутся да человек когда врет у него вот так глаза бегают туда-сюда потому что он вам вранье уже придумал когда вы ему задаете вопросы ему надо додумывать и вот он то вправду гоняет то в ложь то вспоминает то придумывает поэтому глаза мечутся так вот так вот сначала узнайте где живут воспоминания в противоположной стороне будут будет вранье человек просто так завешивается в памяти на одну-две секунды просто это очень видно очень заметно конечно не подходите и не говорите все еще от смотри мне в глаза будущее сделать тест не говорите так просто задавайте вопросы смотрите куда глазами мечт но вроде все давать не врите хотя брить и кстати врать полезная штука долго училась научилась учитесь врать пока